магазин духовных услуг но мы все видели да все эти ценники у нас бывают в храмах висят и об этом говорила патриарх алексий кирилл патриарх говорила недопустимости вот этих всех вещей что нельзя это сказать но к сожалению сожалению мы все прекрасно понимаем что церковь должна жить должна она существует не в вакууме до храм стоит и отопление и воды церковный налог и вода и зарплаты что только нету сами поймите там настоятель бедные я просто не понаслышке все это знаю немножко изнутри настоятель бедно не знает где ему на на все это денег набрать еще там если какую-то стройку затеет то это вообще все и поэтому конечно приходится вот для людей внешних вывешивать в том же церковном ларьке до вывешивать приз куранты сколько чего кто стоит либо говорить устами продающего свечки человека и это не есть хорошо потому что нет с одной стороны конечно понятно что по-другому это денег трудно собрать потому что нас народ устану любит халяву любит просто так прийти но все это прекрасно знают но с другой стороны мы как бы поощряем вот это отношение да то есть у нас получается что мы действительно какой-то как магазин что ли да и вот этих ритуальных услуг то есть пришел там помолился требу заказал какую-то и пошел довольный да у тебя с небом все в порядке то же самое с обрядами то же самое с таинством венчания происходит да когда люди это воспринимают как такое красивое завершение церемонии в загсе а вот и поедем оповенчаемся давай денег заплатим да дороговато конечно да ну че раз в жизни можно постоять значит батюшку там обвенчают батюшка обвенчает да такой вот момент есть и народом так воспринимает это я тебе деньги ты мне услугу отпеть покойничка или покрестить ребеночка ну и зачастую вот у нас и получается так что церковь какой-то духовный супермаркет получается и реально вот в нашем обществе потребления вот реально как-то так и воспринимается многими людьми так ну я разговаривал что же не не от ветра головы свои да люди так и воспринимают а многие так и говорят а церковь это коммерческое предприятие и ты человеку хочешь возразить да он говорит а вот смотри у вас там висит особенно бывает так что люди уж совсем я не знаю как как нужно быть чтобы так написать там пишут там прямо пишут что чужие свечи там купленные на улице ставить у нас нельзя только наш нужно это понятно то есть это логика то понятно вещей но человек то воспринимает как что-то а у конкурентов нельзя покупать и здесь ставят вот так он воспринимает а мы там это говорим про другое мы говорим раз на церковь не пожертвовал да не надо он по-другому воспринимает вот такой есть образ тоже церковности да вообще это знаете прекрасно особенно процветает на православных всяческих выставках ярмарках там заказать любой молебен все что хочешь чего хочешь купить любой благодать можно общем-то там за деньги приобрести чего хочешь здравствуйте я ирия анатолий слабочиков наследник храма святитель николай чудотворцы всего плюсы приглашаю вас на молитву соглашению которая проходит в нашем храме мы читаем акафис николай чудотворцу николай чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на руси поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним как господу нашему иисусу христу до встречи на молитве о том числе иисусу храма святитель николай